Продолжение следует... Разговоры о его красоте были слышны далеко за пределами Руси. В Киеве были разные князья, и каждый хотел сделать столицу ещё красивее. При князе Ярославе, который княжил с 1019 по 1054 год, город Киев особенно преобразился. По приказу Ярослава в Киеве были сооружены золотые ворота, а также прекрасный Софийский собор. По красоте Киев считали соперником Константинополя. Терема, которые были сделаны из дерева и разукрашены резьбой, храмы с золотыми куполами, красовались в городе и манили путешественников. Киев, несомненно, стал крупным и красивым городом, до тех пор, пока в XIII веке его не разорили завоеватели. На севере нашей Родины раскинулись реки и озёра. Великий Новгород расположился на берегу реки Волхов у красивого города Ильмень. С тех пор, как построили Новгород, природа защищала его от врагов. Надёжной защитой служили болота, которые окружали город. Новгород был подобен гостеприимному хозяину, в городе всегда было много приезжих. Очень удачное расположение было у Новгорода, он находился на оживлённых торговых путях. Поэтому на берегах Волхова всегда было много купеческих кораблей и слышна была речь на разных языках. Город населяли бояре, купцы и ремесленники. В Новгороде были распространены различные ремёсла – оружейное, ювелирное, а также он славился своими изделиями из камней и кожи. Для детей изготавливали свистульки из глины, с которыми они очень любили играть. Женщинам делали золотые и серебряные украшения, а также изделия из янтаря. В Новгороде был построен красивый Кремль, который стоит и поныне уже практически десять веков. Тут происходили значимые события для жителей города. Люди там были вольнолюбивыми и гордыми, с независимым характером. Управляли городом посадники. Они выбирались из богатых бояр на вече – собрании. Призывом на собрание был звон колокола. Жил в городе и князь, с которым новгородцы не ладили. Но без правителя в городе тоже было нельзя. Сначала князья из Киева поручали управление Новгородом своим сыновьям. Но потом жители Новгорода сами стали приглашать князя по своему желанию. Бывали случаи, что из-за того, что князь не нравился жителям города, они его прогоняли. В XII веке Киевская Русь раскололась на разные княжества. И в каждом княжестве был свой князь, принадлежащий к особому роду. Но в Великом Новгороде так и правили князья, которых выбирал народ. В наше время археологи открыли не только удивительную жизнь древнего Новгорода. Они еще открыли существование грамот из бересты. Жители Новгорода делали записи на коре березы, которая называлась «Береста». Буквы выцарапывали специальными палочками – писалами. Родные и друзья писали друг другу берестяные послания. На бересте производили расчеты. Долго грамоты не хранились, их выбрасывали, после того, как они были прочитаны. После того, как на Руси было принято христианство, стала распространяться письменность. Князья беспокоились о том, чтобы в городах распространялись знания и культура. Князь Владимир даже отдал приказ киевлянам, чтобы они отправляли на обучение своих детей. Во многих городах стали открывать библиотеки. Вскоре грамоте начали обучаться не только богатые, но и бедные люди. В Древней Руси существовали летописи. В них записывали важные события. Записи делались по годам. Занимался этим летописец. Наиболее знаменитая летопись – это «Повесть временных лет». Она была названа «Повестью о начале Руси». По словам ученых, эту летопись написал монах Киево-Печерского монастыря, которого звали Нестор. В своей летописи он рассказал о древних славянских племенах, о нападениях кочевников, о русских князьях. До нашего времени рукописи целиком не сохранились. В Древней Руси они считались произведением искусства. Чтобы закончить одну книгу, нужно было привлечь несколько людей. Нелегкий труд был у переписчиков текстов, у художников, которые украшали книги рисунками, у переплетчиков. До XIV века для книг использовали пергамент. Основой для пергамента была кожа некоторых животных. Прочитанные записи с листов убирали и снова делали записи на чистом месте. Чернила использовались черного и коричневого цветов. Украшали рукописи природными красками. Использовали киноварь – краску оранжево-красного цвета. Также использовалась охра – краска желтого цвета. Писали очиненными птичьими перьями, в основном гусиными. Книгу украшали орнаментом и красивой маленькой миниатюрой. Заглавную букву в каждом абзаце мастер превращал в настоящее чудо. Дальше специальный умелец создавал для книги переплет, который был сделан из досок и обтянут кожей. Дорогие книги имели красивый переплет с драгоценными камнями и были покрыты золотом. Ребята, теперь вы знаете, какой огромный это был труд – сделать книги. Книги, которые очень отличаются от наших современных. Помните, что все книги нужно беречь. Субтитры создавал DimaTorzok